На Малиновского пожар чуть не уничтожил здание еще имперской постройки. Речь идет о казармах заброшенной воинской части, которые официально должно охранять Министерство обороны. Историки уверены, что это и многие другие здания вокруг ценнейшие памятники истории для Краснодарского края. Впрочем, официально такого статуса они не имеют. Возможно ли еще что-то спасти, и кому может быть выгодно исчезновение зданий с более чем вековой историей, разбирался Денис Денисов. Все, что осталось от казарма номер один. Это уже третий случай, когда горит здание заброшенной военной части на Малиновского. Не менее крупные пожары там случались в июне 2016 и в ноябре прошлого года. Министерство обороны ушло отсюда 6 лет назад. И с тех пор объект находится под охраной. Видимо, не очень бдительный. Вся территория окружена забором, но некоторые его сегменты разрушены или попросту отсутствуют. Не только на здании казарм, но и на многих других есть следы пожара, вандализма и присутствия бездомных. Вокруг военной части множество жилых домов. А учитывая чистоту возникновения там пожаров, такое соседство попросту небезопасно. Но помимо этого под угрозой целый пласт военной истории Сибири. Казармы, как и многие другие постройки на территории, это часть военного городка, построенного еще в начале прошлого века. Во-первых, базировались наши, получается, войска еще в геревиционный период. Потом, во время Первой мировой войны, там начали активно строить новые казармы. Когда началась гражданская война, там же находился, получается, лагерь военнопленных. И все австро-венгерские военнопленные, турецкие и других стран, то есть они там находились. Это вообще как бы отдельная история, потому что у них там были свои типографии, у них был свой оркестр. То есть там ценно была такая жизнь своего государства в государстве. Практически весь квартал Аномалиновского так или иначе связан с военной историей Красноярска и Сибири. Студент магистратуры Екатерина Ступникова уже два года занимается изучением этого района для своей дипломной работы. И утверждает, что в практически неизменном состоянии тут осталось еще около десятка зданий, которые вместе образуют целый архитектурный ансамбль, ярко отражающий эпоху. И при ответственном подходе это могло бы стать целым музеем под открытым небом. На подобии исторического квартала Нагорького, который хотят сейчас воплотить, здесь тоже можно воплотить то же самое, потому что планировка сложившаяся, она сохранилась регулярно, как вот при военном городке. Поэтому потенциал исторического квартала есть. Однако комиссия уже однажды отказалась признавать казармы и другие здания культурными памятниками. Сейчас документы подали снова. На ответ отводится 30 дней. И если этот статус присвоят, их придется взять под охрану. И построить жилой район там будет нельзя. Но именно для этого Министерство обороны и передает территорию организации «Дом.ру», которая занимается реализацией федеральной собственности. Территория будет реализована «Дом.ру» через аукцион на федеральной площадке. Победитель этого аукциона берет на себя обязательства по разработке проекта планировки, в соответствии с которым будет осуществляться строительство. По неофициальной информации, Минобороны рассчитывает на некую компенсацию за оставленные здания. И если вдруг после четвертого раза они сгорят до конца, то компенсировать будет нечего. Тепелищу, впрочем, нельзя будет и присваивать статус культурного наследия. Денис Денисов, Павел Иваницкий, 7 канал.